Самое яркое воспоминание с детства, как я сижу одна дома, мне лет пять, и я одна. Вот я помню, что я одна, и мне очень хочется, чтобы кто-нибудь пришёл. Но мама была где-то, она там с друзьями пила, и мне было очень страшно. Мне было всё равно, вот кто-нибудь, пожалуйста, войдите в эту дверь. У меня бывало, что я оставалась дома одна и день, и два, и больше, и без еды. Были макароны, я очень быстро и рано научилась готовить, потому что голод обладает таким свойством быстро учить. Я помню, например, как мне было стыдно, потому что у меня мама могла заснуть на улице. И вся школа в наследие Женя об этом говорила, потому что стоял мой дом, и вот там 100 метров от дома, там 200, моя школа. Дразнили, конечно. Я была, ну, неухоженная, потому что у меня вообще нечего было носить. У меня были вши, от которых я сама избавиться не могла, а больше никому этим заняться некогда было. В итоге меня побрельналось. Это был просто ужас в моей жизни. Меня за это так унижали в школе, так дразнили. Мы жили на первом этаже, и нас периодически грабили, просто потому что легко было влезть. Снова нечего взять. У нас вообще ничего не было. Обшарпанные стены, разбитые люстры. Я прекрасно помню, что я приходила со школы, мне приходилось ходить по осколкам. Валялись пьяные люди. Я вот помню, что я пыталась найти в себе ответ на этот вопрос, что я делаю не так. Я очень много пыталась говорить с мамой, и плакала, и говорила, что мне очень хочется, чтобы ты не пила. Я сейчас не говорю про это, а очень хочется заплакать. Но ты как бы себе то ли запрещаешь, как бы это уже, думаешь, так катитесь во всех кромыслом. Как я от вас от всех устала. Дайте мне спокойно прийти домой и почувствовать себя любимой. Кто-то меня видит, кто-то обо мне заботится, кто-то мне приготовил покушать. И когда мамы этого не дают, ну, злеешь. Это свадьба папой и мамой. Они расстались до моего рождения. Когда она была у меня беременна, и у нее были проблемы с папой, она пыталась от меня избавиться. Для аборта было очень поздно, она пыталась поднимать тяжелые шкафы. И шла в роддом с целью оставить меня. Это все она мне сама рассказывала, не знаю зачем. И она всем сказала, что она меня оставляет в роддоме. Но медсестры там просто уговорили меня забрать. У меня был период в жизни, когда мам не пила. Мне так приятно про это время вспоминать. Я училась, по-моему, в восьмом-девятом классе. И этот период, когда как раз у всех переходный возраст, все начинают курить, ходить на дискотеки, не возвращаться домой. А у меня, я помню, у меня появилась мама. И я помню все такие, ну, Лиля, пойдем на дискотеку, туда-сюда. И я говорю, хорошо, мне надо отпроситься. Я говорила, мама, можно я схожу на дискотеку? Мама мне такая, да, но чтобы в 12 была дома. Я такая, хорошо. Я приходила к подругам, и я мне прям вот с удовольствием говорила, мне в 12 мама сказала быть дома. Так смешно. Ну, я прям очень гордилась, что у меня есть мама. Я сейчас всему миру расскажу, что у меня мама. Мама ее мелко порежет, чтобы она быстрее становилась хорошо. Я прям стремилась к семье. У меня вот какая-то, ну, дыра, да, была незаполненная. Я всегда стремилась выйти замуж, нарожать детей, стоять у плиты. Я хотела по утрам в воскресенье завтракать всем вместе. Когда картошечка сварится, еще картошечка плетим, хорошо? Я одинокая мама. У меня есть друг, тем не менее, с которым у нас отношения 8 лет, но мы не живем вместе, потому что нам вместе очень тесно, душно. И вот так и живем. Он там, а я тут. Я очень не хотела быть такой, как моя мама была. Я хотела присутствовать в жизни ребенка. Я хотела о нем заботиться. Я хотела, ну, чтобы он был счастлив, любим. Моя идея, что нужно быть хорошей матерью, она заключалась в том, что я должна ребенка накормить, чтобы он должен сухой лечь спать. И вот такие вот очень функциональные вещи. А то, что ребенку нужно просто мое присутствие, я этого тоже не знала, потому что со мной никто этого не делал. Когда ему было полтора, нам первый раз сказали, что, возможно, у него аутизм. И это, конечно, очень сильно ударило по всем. То есть я плакала две недели, просто плакала. И я тогда не верила, я уходила в отрицание. Нет, нет, это ошибка. Когда ты это отрицаешь, ты как бы не даешь ребенку тоже возможности быть таким, какой он есть. Ты пытаешься его запихнуть в рамки нормальности. Давай, Юра, вставай, давай, ходи, ходи. Ты должна ходить в этом возрасте. Давай, давай. Мне было страшно быть одной. И это все, наверное, тоже отразилось в наших отношениях с Юрой. И в итоге он начал сильно кричать и практически не спать по ночам. Это сильно меня вымотало. Просто себя поймала на мысли, что я стою перед окном, сейчас я выпрыгну в окно, и это просто закончится. Я закрою глаза, и будет тишина. И в этот момент я позвонила в социальную службу, сказала ребенку со мной опасным, у меня суицидальные мысли. Когда это случилось, никто не говорил о том, почему ребенок кричит. Все говорили о том, почему мама выдохлась. Почему мама в таком состоянии? Как мы можем помочь, чтобы у мамы появились ресурсы? И все, наверное, все мне сказали, вам нужно заботиться о себе. Меня вот так вот начали учить, что нужно думать о себе вообще. Нужно понять, а я отдохнула, а я помылась, а я покормлена, прежде чем заботиться о ком-то другом. И второе, это, наверное, такое тотальное принятие, что все-таки у Юры диагноз аутизм, потому что всегда было что-то такое, да нет, нет, это ошибка, да нет, нет, ну вот мы сейчас проснемся, и все будет хорошо. Это принятие помогло мне дать ход другому развитию ситуации, когда я принимаю, и я готова с этим работать. Я пошла на обучаться терапии и начала заново, грубо говоря, знакомиться с собственным ребенком. И тогда у нас произошел такой клик, и мы вдруг стали понимать друг друга, и вдруг нам не нужно было больше кричать или истощаться, чтобы быть друг другу ребенком или матерью. Нам вдруг стало классно вместе. И он это чувствует, и это помогает ему расслабляться в ситуации и делать небольшие шаги, каждый день небольшой шаг вперед. Мой бывший муж, он говорил, ты как росток через асфальт. Говорит, тебя можно закатать в асфальт, ты все равно прорастешь. И, наверное, это то, чему меня научили в детстве — прорастать. Это друг Мюри, давай. Буа, старись!